Большинство ребят в школе Котлин это ребята со школы Джанго. Поэтому сейчас будет под низом и вот это видео, просто посмотрите его обязательно. В Джанго мы проходили такие вещи как гид, и вот как раз в следующем видео и объясняется зачем гид. Джупитер, Джанго, Пайтон. Ребят, вот я заметил, у ребят в школе пошла уже действительно профессиональная волна. И если честно сказать, по-хорошему я многим даже завидую, что они не потеряют столько времени, сколько я потерял. Я вас попрошу делать следующие вещи. Во-первых, использовать все инструменты, которые помогают программировать. Многие из них мы изучаем в школе Джанго. Так как среда разработки, допустим, идея и по HR все равно основа одна и та же. Поэтому все одинаково работает, тот же гид и все прочее. Все прочие вещи. При этом я показывал, что, допустим, мы в одном уроке, ну, вы все равно его будете проходить. Если взять, допустим, новые курсы 2018, то мы подключаем, да, Markdown, я показал, как в Джанго, да, к нашему проекту. Именно Markdown, чтобы был полноценный движок. Потому что там поля все это делал, мне это лично не понравилось. Движок должен быть полноценный. Так вот, к чему я веду? Я веду к тому, что, ребят, не зацикливайтесь на одном языке. Будьте профессионалом. Вот именно поэтому курс Kotlin у меня особенный. Ну, приходит через эти годы осознание, да, и я очень рад, что ребята вот уже будут профессионально совсем по-другому относиться. Допустим, Kotlin, как я говорил ранее в видео, мы изучаем уже с другой стороны. Мы изучаем и сразу пишем. Вот предыдущее видео там посмотрите, поймете, вот предыдущую ссылку на сайте. Поймете, изучайте Kotlin правильно. То есть поймете, о чем я говорю, что это значит изучать правильно. То есть мы самый кратчайший путь, чтобы писать. Но при этом вы легко начинаете понимать его в нескольких языках. Ну, мне же, допустим, не сложно писать и Джанго проекты, и Kotlin. Сложного на самом деле ничего нет. Нет, отгадка простая. Все языки имеют сходные вещи. У всех языков есть, допустим, типы данных, только они по-разному называются. У всех языков есть функции, у всех языков есть классы практически, да, которые мы, по крайней мере, изучаем. И, по сути дела, отличие идет языка по принципу, ах, вот как здесь это делается. Ребят, ну, я хочу заострить внимание, что изучайте Python обязательно. И здесь легко выучить два языка. Python и Kotlin. А эти два языка откроют ко всем другим языкам. Python и Kotlin почему легко учить? Да по одной простой причине, что это примерно как верблюд и самолет. Ну, нельзя же перепутать. То есть, Python язык с динамической типизацией. Мы там как раз в первых уроках Kotlin, я и показывал разницу Python с динамической, а в быстром старте, да, или в первых уроках, ну, увидите, будете смотреть. А Kotlin с статической типизацией. А, в переменных мы это рассматривали, да. Так вот, изучив, когда вы будете изучать два языка и Kotlin со статической типизацией, то, допустим, тот же Go выучите уже без проблем, потому что понимание языка статической типизацией у вас есть. И Go тоже, он современный тоже язык, тоже быстро учится. Что еще хотел сказать? Сейчас сосредоточусь, что-то выпустил. А, все, ну, это я отвлекся. Поэтому, когда вы учитесь полноценно, то есть изучаете Python, начинаете писать на Django, все равно же серверную часть никто не отменял. Допустим, когда я прошел Django, Django это, ну, вещь, которую надо изучить, однозначно, быстро писать сайты на нем. Но вы также глубоко начинаете понимать серверную часть. И серверную часть никто не отменял. И когда мы изучаем в Kotlin, у нас же какие задачи стоят? Давайте посмотрим. У нас задача, к которой мы уже приступили, то есть изучение языка Kotlin с нуля. Следующий шаг, это уже Android Studio. Ну, до класса дойдем, уже начнем. API Android. Ну, в принципе, вот эти два шага, это движение по шаблону. Живой там будет Kotlin. Потом идет разработка приложений. Потом выгрузка Google Play и блокчейн. Да, мы присоединяем к нашим приложениям блокчейн. Так вот, смотрите, но нам же понадобится, как ни крути, серверная часть. Одно дело вообще ее учить с нуля, другое дело предпособиться к Джанго. И теперь, допустим, когда вам в приложениях Kotlin понадобится серверная часть, там уже будет выбор, писать ли это на Джанго, писать ли это на Kotlin. Мы, ну, Джанго, я, допустим, и так знаю, и тот, кто в школе, его тоже знает. И мы его дальше идем, развиваем. Сейчас я скажу чуть-чуть, в каком направлении сейчас идет курс под Джанго 2. Так вот, но морду ведь можно написать на Kotlin, а серверную часть на Python. Или сделать вообще, допустим, морду на Kotlin. Сами блокчейн, либо на Serpent, это язык как Python, да, полностью. Кто знает Python, то есть не надо никакого привыкания, там просто ограничены некоторые типы объектов. Либо другой какой-то статический, либо на Kotlin пишем, либо, допустим, на языке, который разработал тот же Ethereum. Но, понимаете, в чем большой плюс? Почему я разбираю Kotlin язык со статической типизацией так подробно? Чтобы можно было на лету перейти к любому другому языку, который нам понадобится. Потому что говорить, вот для блокчейн мы изучим там определенный язык, ребята, это неправильно. Ведь задачи могут быть разные, совершенно разные. Общее у нас может быть одно. Нам нужна морда. Ну, грубо говоря, морда, это я по-дурацки говорю, извините. Ну, в общем, приложение на смартфоне. Это и есть, по-моему, морда просто. Нам надо серверная часть. А вот начинка может быть написана вообще на нескольких языках. На Python, на Kotlin. И это будет зависеть совершенно от причин реализации. Допустим, если у нас... Мы пишем... К приложению цепляем криптовалюту, то, конечно, нам проще писать на языке программирования... Сейчас. Ну, том же соли детей. Да? То есть это, по сути дела, там как конструктор собирается. Но не имея понимания в языке статической типизации, вы просто-напросто будете плавать. Именно поэтому я Kotlin разбираю настолько подробно, чтобы, в принципе, выстреливал любой язык со статической типизацией. А второй Python... А второй Python... Ребят, но Python, его надо знать просто каждому. Это палочка-воручалочка. На нем можно написать все. Практически все. Ну, а приложение мобильное... Вот нам удобнее Kotlin. А вот я говорил, что... Сейчас продолжу. Вот смотрите. Хорошо. Мы сделали на Kotlin морду. Второе. Kotlin полностью заточен под серверную часть. Почему я его и выбрал, это я и говорил. То есть мы можем на Kotlin уже написать. Но если, допустим, криптовалюта, то, конечно, зачем нам изобретать велосипед, это если сам контракт и сами смарт-контракты мы Solidity на этом языке написали. С другой стороны, когда мы хотим сделать приложение, которое, допустим, будет посчитывать что-то на складе по технологии блокчейн, это нам даст возможность защищенности. Второе. Мы, допустим, хотим для... Вот смотрите, ребят. Ух, сейчас! Это аж балдет блокчейн. Допустим, смотрите, вы приходите, говорите, ребят, вот вы продаете трактора, да? А хотите продавать больше тракторов? Говорят, да, да, хотим. А как? Да я вам сейчас сделаю приложение с блокчейн, и, грубо говоря, те заказчики, которые начнут рекомендовать, начнут получать бонусы и зарабатывать на этом деньги. И при этом может зарабатывать не только вы, а вообще любой человек. Подсоединился и начинает продавать ваши трактора. Это здорово? Да, говорит, здорово, делай. Ну, давай. О! И тут мы думаем, так, нам, допустим, это не надо, мы берем вообще постороннюю платформу Core. Да, сейчас не буду искать, но там, допустим, можно на разные языки. Я просто хочу, пытаюсь вам объяснить основную цель. Почему так подробно Kotlin? Kotlin, он бьет во времени. Он решает массу задач, да, которые нам нужны. Это мобильное направление, это веб-направление. И, по сути дела, дальше. Ведь Kotlin, он простой, он маленький. Ну, кто первый раз смотрит это видео, сейчас будет в афиге, да? Не буду ругаться. Вот код на Kotlin, вот код на Java. Ну, разница есть, да? На Kotlin мы сразу выражаем мысль. Так вот, и он, язык довольно лаконичный, простой, без всяких там точек запятых. В общем, на нем приятно писать. Сразу выражаем мысль. Но, тем не менее, Kotlin переводит код в Java. И мы можем использовать абсолютно любую библиотеку Java. В общем, грубо говоря, на Kotlin можно написать все, что угодно. Вот что можно на Java, а на Java можно все. И когда у нас есть два инструмента Python и Kotlin, то мы, в принципе, стоим мощно на ногах, да? А теперь я обещал расскажу об этом курсе. Почему еще надо изучать... Так, так, так. Я вот что хотел рассказать. А, ну вот. Допустим, Django 2. Я уже делал несколько курсов по Django, да? По разным версиям. И думаю, ну что я буду повторяться? Повторяться мне неинтересно. Поэтому, в принципе, в этом курсе мы начали, во-первых, серьезную подготовку инструментов. То есть, Jupiter, чтобы видеть код, выворачивать его и видеть, как это работает. Markdown, Git. Все-все подключаем. И здесь мы начали работать с моделями, в основном с наследованием. Чтобы сначала разбираем, что такое абстрактная модель, потому что я, допустим, применяю это уже в полную силу. Накапливается опыт у мирового сообщества. И если ранее, допустим, в Django применяли модели, чтобы создать модель пользователя, то сегодня повсеместно. Обычные модели, мультимодель, да? И модель прокси, да? Когда мы хотим. И дальше мы уже будем писать, я скажу честно, что... То есть, переходить спокойно к курсе, это создание социальной сети. Скажу честно, мне социальная сеть, как человеку, неинтересна, бы я ими вообще не пользуюсь. Но я обещал и сам для себя сделал несколько модулей, модулей, которые имеют практически все. Ну, например, там... То есть, участники, да? И пошли там участники... Что там еще? Ленты. Вы сделаете сами красиво там. Дальше там... Что еще там? Ну, вот, допустим. Подписка, то есть, фолловинг. Значит, что еще там? Ну, тут уже много чего используют. Тут и JavaScript, тут и Redis использовалось. Поэтому моя задача показать вообще, как пишется модуль социальной сети. То есть, грубо говоря, если вы понимаете, как писать модуль, дальше вы можете вправо-влево усложнять, написать 10 модулей, и вот у вас полноценная социальная сеть. Вот к чему я веду этот курс, именно, ну, по Django 2. Чтобы уже показать вот это, отцепиться, обещал, думаю, надо сделать. Вот. Но, тем не менее, мы стараемся изучать и азы, и основы, в общем, вот так. Ну, поняли, а теперь вернемся к Kotlin. Поэтому, ребят, рекомендация. Не зацикливайтесь на языке. То есть, смотрите, у нас есть веб-направление, Python нам дает все, потому что, допустим, тот же Instagram написан Nutrona Django, да? То есть, довольно мощная вещь, и на Instagram весь мир. Вот вам и ответ. Kotlin использует масса людей, и все учебники Kotlin, они же, как составлены сейчас? Они составлены для программистов на Java. Вот в Java так, а у нас? Нам, я этот вариант отбросил. Я пошел с того, что человек вообще ни одного языка не знает. То есть, мы просто учим Kotlin как типовой язык со статической типизацией, чтобы решать вопросы быстро, писать точные вещи, потому что, допустим, когда касается блокчейн, то здесь, извините, ребят, но надо язык со статической типизацией. Скорость для нас, здесь скорость работы, это принципиально. Принципиально, потому что это мобильное приложение должно все моментально делать. И простота. Для нас еще очень важно, это легкая поддержка. В общем, поняли. Идея такова, что не зацикливайтесь на одном языке, изучайте комплексно. И это решаемо, потому что языки разные, направления разные, откладывается каждая, просто не торопясь. Ну, например, можно три дня изучать Жанго Пайтон, три дня изучать Kotlin. И это будет нормально. Именно на первом этапе будет такое ощущение, вот вы изучали Жанго, пока перешли к Kotlin, пришли к Жанго, забыли. Это нормально. Это просто не набита рука. Дальше, повторили, пошли дальше. Через где-то примерно полгодика-годик все, уже будете в голове помнить, где остановились, уже будет все в глазах стоять. Так что все окей. Ну, кто первый начал с этого видео, вообще на сайте Kotlin, допустим, можно посмотреть еще, открыть другие мои проекты. Ну, а ссылка на сайт есть в описании видео. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok